Привет! Разумеется, одной из главных вещей для комфортной жизни в Петербурге является иншорный Непром. Хотя можно и офшорный. Защита у него будет побольше, но и стоимость у него будет гораздо повыше. Это уже куртки для выхода в открытый океан. Смысл у них один и тот же. Это огромный воротник, через который вам практически невозможно будет попасть в никакой воде и никакому совершенно ветру. Выглядит это примерно вот так. Но, конечно, это уже, в принципе, перебор. И такой защиты необходимо добиваться уже только, если вы идёте гулять и переходите где-нибудь по мосту. У нас бывает такая погода, поверьте. В чём заключается главный смысл, вы, наверное, уже поняли. Это, естественно, высокий воротник, который не даёт никаким образом попасть к вам в ветру. Потому что у нас огромные ветра в Петербурге и все ходят вечно вот так вот, кто не шарит. Вот так вот сгибают плечи и ходят, потому что им везде дует. Пиздопротивный, очень жёсткий, очень влажный и очень насыщенный, такой пронзительный, вымораживающий до мозга костей ветер. Вот эта штука призвана защищать. Что же значит, в принципе, не пром? На профессиональном... Съехала камера. На профессиональном жаргоне не пром это не пром. А это, по факту, просто непромокаемая куртка для яхтинга. Она бывает двух классов. Вот эта иншорная, то есть для прогулок на яхте внутри, скажем, береговой линии. И офшорная, которую я показывал, но она уже профессиональная. Там идёт уже Gore-Tex Pro, самый дорогой, который только есть. И они там стоят уже начиная от 100 тысяч рублей. Потому что это профессиональная экипировка. Ну, там просто можно стоять под дождём целый день. Не то, что под дождём, а под струёй воды целый день. И она не протечёт, потому что она уже для этого рассчитана. Это гораздо легче, но... И стоит она в районе, я не знаю, может быть, 15 тысяч или 10. Я, по-моему, на скидках вообще её за 7 покупал. В общем, суть в том, что это как дождевик, но мембранный. Разных фирм бывает. Никакую я фирму не рекламирую. Просто смысл её в том, что она не пропустит воду. И с помощью высоченного воротника она создаст вам максимальный комфорт для прогулок. Она и выглядит нормально. Есть у неё очень удобные всегда светоотражатели, которые дополнительно скажутся на вашей безопасности в городе, в сером. И плюс, конечно, такие яркие капюшоны у них есть, полностью имеющие все регулировки. И при желании можно вообще закрыться полностью. И не думайте, что это шутки. Когда пойдёт супер буря с дождём, с каким-нибудь даже, может быть, снегом, и сильным ветром, вот так вот, вам будут все завидовать, если вы окажетесь где-нибудь в центре, вот в таком виде. Тут надо понимать, эта куртка не тёплая. Вся она состоит, это просто верхний слой, hard shell. То есть, если вы её покупаете как куртку, это большая ошибка. Это не куртка, это именно не пром. То есть, верхний слой. Под него обязательно что-то надо покупать. Это просто мембрана. Двухслойная в данном случае, или два с половиной. Мембрана и всё. То есть, она не греет вообще от слова совсем. Под неё, разумеется, мы одеваем слои одежды, как я вас учил, без хлопка. Вот так будет ошибка, потому что пот выйдет, скопится. Там всё должно быть выводящее наружу. И она будет весь пар ваш выводить наружу. Обратно не будет пропускать ветер. От слова совсем она его не пропустит. То есть, сколько бы ветра на вас не дулось, она его не пропустит, потому что это мембрана. И также воды столб довольно серьёзно она выдержит. Ну, по крайней мере, абсолютно любой дождь в Петербурге эта штука вывезет. И главное, она подарит комфорт. Просто вы её надеваете, когда вы ходите куда-нибудь в город, на обычную одежду. Она смотрится нормально, интересно. Даже, я бы сказал, довольно стильно. Мне нравится этот дизайн. И полностью защищает вас от ветра и влаги. Можно сказать, что это дождевик на максималках. Да, вот так можно будет сказать. Поэтому Непром это первое, что я использую всегда в Петербурге. И за счёт этого я всегда хожу и кайфую. Многие поспешат написать, а зачем мне Непром какой-то, если у меня есть обычные крутые туристические куртки, которые, в принципе, то же самое, а не из мембраны. Смысл в Непроме, потому что такой конструкции нет нигде ни в одной куртке другой. Потому что она создавалась специально для штормового ветра конструкторами, шарящими, кто в этом понимает, а в Норвегии в этом понимают. И для защиты от дождя. Поэтому вот такого воротника вы не найдёте ни в одной куртке. И он полностью защищает вас. И это невероятно удобно. А если к этому добавить капюшон, вот такой вот, который имеет миллион регулировок, это абсолютно лишает возможности хоть какому-либо ветру, мерзкому, прозителю, попасть внутрь. Поэтому только Непромы обладают этой особенностью конструктивной, которая полностью защищает человека от ветра и дарит ему комфорт. Под него можно надеть какой-нибудь пуховичок, если совсем холодно, типа какого-нибудь Арктирикса, там, ну, лёгкий пуховик. И когда надо, вы просто застёгиваетесь полностью, и всё, ветру вас не достать. Выходите с комфортом, фешенебельно весь день и наслаждаетесь красотами нашего прекрасного города. А на этом моменте вам просто необходимо отгрузить Лося под видео, въебать колокольчик и подписаться. Также перейти по ссылкам, попасть в наш люксовый, фешенебельный телеграм-канал, где очень интересно также канал для культуры, канал, где мы обсуждаем оперу, балет, искусство и многие другие каналы телеграм, которые вы видите в ссылках внизу. И также перейти на Бусти. Это заинтересует моих старых подписчиков, которые любят разговорные видео. Теперь разговорные видео выходят на Бусти. Посмотрите, как они хороши. Ссылочка в описании. А мы едем дальше. Следующее, что необходимо для жизни в Петербурге, ну, по крайней мере, лично мне, гидрокостюм. Гидрокостюм, потому что любой город, который стоит на море, на заливе, он, в принципе, обладает огромным количеством развлечений на воде. То есть, серфинг, кайтсерфинг, какой-нибудь кайтинг-вейкинг, какая-нибудь еще херобора. Короче, огромное количество водных развлечений, где вы на доске куда-то едете по воде, и это очень весело и забавно. Также можно, если у вас есть права класса моторных суден, их получить, кстати, тоже, в общем-то, рекомендую. Если вы живете в Петербурге, вы просто во многом себя откажете, если вы не посмотрите на город с воды. Это очень круто. И вы сможете брать гидроцикл в аренду и кататься на нем в разрешенных, отведенных для этого местах. И, естественно, вам не нужно будет брать в аренду чужой вонючий гидрик, который только что кто-то на свою кожу одевал, там остался чужой пот. По поводу выбора гидроча, это вот у меня мех несколько. Это Анил, пятерка, он вывернут на изнанку. Это пятерка, еще у меня какие-то мистик есть, тройка, по-моему, 3-2 и 5-2. Это обозначение толщины гидрокостюма. Пятерка это 5 мм неопрена в местах повышенного, где вам нужна повышенная защита от холода, то есть, руки, спина, жопа, брюхо. Нет, не руки, грудь, спина, жопа, это 5 мм. А руки и ноги там по 2 или по 3 мм делают, чтобы облегчить его и ваше движение облегчить. Поэтому у них идут маркировки 5-2-3-2, где 5-2 это считается ну как такой теплый, грубо говоря, 3-2 это уже такой более легкий. Так вот, у меня есть 3-2, я эту хуйню вообще не использую. Они толком не теплые, нахер не нужны, вообще не понимаю, для чего нужен 3-2. Всегда, если берете один-единственный, конечно, это 5-2 для Петербурга, потому что холодно бывает реально очень, даже летом, по вечерам, если залезть в воду, ну, это будет сказываться сильно, поэтому 3-2 не нужен, пятерку берите смело, много точно не будет. ну, конечно, кому как, может быть, вы не любите всякие развлечения на воде, а я их очень люблю, это очень круто. Следующее, что необходимо в Петербурге, однозначно, это уж точно, совершенно, это вот такая вот срань, это типа шарф, не шарф, что-то, какая-то, короче, срань, как будто бы какая-то, как будто бы отрезанный рукав от чего-то, он надевается вот так на голову, и вот таким образом он вас защищает, то есть, это как будто шарф, но который нигде не болтается, эта вещь невероятно удобная, есть вот такие мощные с утеплителем, с внутри прокладкой, вставкой такой хрустящей, которые не пропускают ветер, это может быть служить некой даже заменой, такой на каждый день, легкой, дешевой, есть производители, опять же, разные, я не рекламирую, просто на скидках самая дешевая, мне вот эта попадалась фирма, и есть там за 100, за 200 рублей в каких-нибудь спортивных магазинах просто флисовое кольцо, удобно, невероятно, оно на минималках выполняет роль непрома, но при этом его можно использовать зимой, непром-то вы зимой все-таки не сильно будете использовать, а эту штуку всю зиму можно носить, это шикарно, невероятно круто, теперь я вообще без нее зимой никуда не выхожу, потому что вот так вот вы закрываетесь, во-первых, у вас не попадает холодный воздух в нос, и не обмораживает, и вы меньше болеете, во-вторых, ну вы не дышите просто холодным воздухом, во-вторых, вам нигде вот здесь не поддувает, и стоит это все какие-то копейки, вот эта штука просто невероятно полезная для жизни в Петербурге, мне так кажется, по крайней мере, я ее просто обожаю, без нее не знаю, как ей быть. Четвертое, что необходимо в Петербурге, конечно же, это высокие, хорошие ботинки на мембране, конкретно эти можно, может не лучший вариант, но они у меня были от костюма клоуна, такого цвета, поэтому они остались, у меня есть другие, других цветов, более презентабельных, но, тем не менее, эти ботинки выручают невероятно в Петербурге, у нас часто всю дорогу слякать, всю дорогу какая-то полувода, полужижа на асфальте, и поэтому высокие именно обязательно ботинки на мембране очень часто спасают. Иногда даже можно брать сапоги резиновые, если вы живете в какой-нибудь сельской местности, в Ленобласти, например, супер тоже полезная штука, когда слякать просто незаменима, или для прогулок в лесу, ну, в городе в сапогах, наверное, будет не сильно удобно, поэтому высокие ботинки на мембране очень вас спасут. Тепло, удобно, высоко, не попадает грязь, и не страшно наступить в лужу. Эта одежда просто сделает жизнь комфортной. Далее мы поговорим о вещах, которые, разумеется, не необходимы при жизни в Петербурге, да и вообще это все не необходимость, это просто мои советы, потому что я это использую, и это помогает мне с большим комфортом находиться в довольно сложном климатическом городе, потому что у нас действительно суровый климат, очень много ветра, очень много воды с неба, и это как и кайф, как и создает атмосферу неповторимую, но также это и создает дополнительные необходимости как-то утепляться, именно утепляться особенно, вот как я вам показываю, то есть не в каждом регионе нужны такие вещи, а в нашем это будет просто супер полезно и круто, особенно, наверное, для подписчиков, мужиков, парней молодых, права на катер, я хочу к ним вернуться, это действительно очень крутая вещь, поэтому можно на них отучиться, если вас это интересует, и вообще попробуйте, может вас как-то приобщит эта вся тема яхтенная, катерная, это очень прикольно, можно брать в аренду небольшую яхточку, можно брать в аренду катерок и ехать, кататься, это просто невообразимо круто, можно путешествовать куда-то подольше, это реально крутейшее развлечение, да, оно не дешевое, но в принципе, если вам совсем делать нечего, и вы не знаете, как себя развлечь, именно качественно развлечь, такой вот долгосрочный, качественный источник кайфа, конечно, права на катер, на мелкие суда будут совершенно не лишним, можно отучиться, и так же, как на автомобиль, получить права только на судоходные, это очень прикольно, на всю жизнь, мне кажется, лишним не будет, но опять же, это новые знания, там же вас учат лодцы, и всему вот этому, это очень интересно, для парней, мне кажется, это очень интересно, ну и, конечно, обязательно, из тех вещей, которые необходимы мне для жизни в Петербурге, это парфюмы с пачули, и ветивером, и что-нибудь такое, потому что в Петербурге невероятно круто идет пачули, и ветиверовые ароматы, это запах такого сырых подвалов, запах влажного леса, запах каких-то подгнивших досок, и так далее, и так далее, какой-то мокрой травы, амбарной, еще что-то такое, это очень круто ложится на потрясающую каменную архитектуру, на классицизм, на какие-то элементы даже сталинского ампира, барокко, рококо, в некоторых редких случаях, и это просто шикарно, потому что ходить по музеям где-то, просто наслаждаться городом под запахи пачули и ветивера, мне лично очень нравится, поэтому, мне кажется, это лучшие направления ароматов, которые подходят для нашего чудесного города, если у вас есть еще какие-то интересные заметки по поводу полезных вещей в Петербурге, напишите в комментарии, а я вас жду в своем телеграм-канале, также на Бусти, если кого интересуют видео на тему психики и рассуждений на серьезные взрослые темы, разговорные видосы, они выходят сейчас, там ссылка в описании, всем пока, всем удачного весны и лета в Петербурге.